Емин сейчас. Очередная горячая точка, в которой переплелись интересы многих людей. Фактически, это Сирия. Отходы конфликта в нем зависят многое за его пределами. На протяжении нескольких лет Емин является ареной противостояния между властями страны и мятежными формированиями хусистов. В конце ноября 2017 года в столице страны вспыхнул новый конфликт. Что стало истинной причиной политических разногласий, нам помог выяснить научный руководитель Международного Координационного Центра Исламика Виктор Наумкин. Общество так расколото сильно, что там есть и юг-север, хуситы или ансар-улла, движение шиитское, и противостоящая им часть во главе с правительством, гади, которое признает в качестве легитимного мировое сообщество. То есть такой коктейль политических группировок сил с разными программами, но ведущим является, конечно, конфликт между силами, которые возглавляются правительством гади и той частью армии, которая его поддерживает. Хрупкие договоренности, слабая экономика, давние разногласия, а также слабый контроль власти – все это привело к тому, что Йемен погряз в затяжном вооруженном конфликте. Спрогнозировать мирные инициативы весьма сложно. Была попытка помирить их, собрать в Кувейте, тоже не продолжается пока, но какие-то попытки переговорного процесса в Омане сегодня предпринимаются. И новый спецпредставитель Мартин Гриффитс, англичанин, он имеет свой план, так же, как есть спецпредставитель по Ливии, там другой конфликт, там тоже попытки есть примирить. Но пока хаос, и в Йемене пока свет в конце туннеля не видел, не виден. Как предполагает Виктор Наумкин, гуманитарная катастрофа будет продолжаться еще очень долго. Саудовцы ведут вот эти военные действия, бомбардировки позиций хуситов. Они их обвиняют в том, что их поддерживает Иран. И без какого-то, на мой взгляд, примирительного процесса между Ираном и Саудовской Аравией, я думаю, вряд ли удастся урегулировать и конфликт в Йемене. Вот если пока они не договорятся между собой, по-моему, и не удастся примирить и конфликтующие стороны в самом Йемене. Аделя Шемилова, Рустем Садреев, Универньюс.